МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа Семь дней судей Шатаминов. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он вообще-то не согласился на госпитализацию. Кто и Дакимова подотревает в совершении преступления. После взрыва трагедия в Зеленодольске. Причины, следствия и последствия. В школах района растет напряженность в коллективах. Мне кажется, это недопустимо. Верните наши льготы. Кто и почему отказал сельским учителям в выплате компенсаций? Такого понятия, как расчет по факту, его не существует. У нас не должно быть так прав тот, у кого больше прав. Мусорный бунт. Челнинские предприниматели против рекоператора. Когда факт не остается фактом. Два трагических события прогремели на этой неделе в центре России. На расстоянии около тысячи километров. С разницей в несколько часов. В ночь с 29 на 30 марта в пригороде Казани, Зеленодольске прогремел взрыв в девятиэтажном доме. Погибли люди. А днем 30 марта в подмосковных мытищах практически целый день шла перестрелка, по результатам которой также сгорел дом. Только на этот раз частный. Конечно же, на первый взгляд, ничего общего между этими происшествиями нет. В первом случае 87-летний пенсионер открыл в своей квартире газ. Во втором 61-летний мужчина не захотел сдать полиции незаконно хранящееся оружие и стал обстреливать силовиков и бросать в них гранаты. Общее здесь то, что оба мертвы. И оба, возможно, имели проблемы с психикой. В Зеленодольске родственники, заметив неладное поведение пожилого человека, отвезли его в местный психдиспансер. Но там решили не госпитализировать и отправили домой, где через несколько часов случилась трагедия. Федеральные СМИ сообщают, что мытищенскому стрелку проведут посмертную психолого-психиатрическую экспертизу. Что двигало этим людьми? Что хотели они этим сказать, доказать? Этого мы, видимо, никогда не узнаем. Невнимательность родных и близких врача или так называемое весеннее обострение все это могло косвенно повлиять на эти события. Причем, если говорить о мытищенском, то здесь, по крайней мере, обошлось малой кровью. В Зеленодольске же, кроме виновника трагедии, умерла в реанимации. Его 70-летняя соседка, еще четверо, тоже оказались в больнице. Десятки человек остались без жилья. Конечно, временно. Дом обещают восстановить, а на время строительных работ пострадавшим предоставили временное жилье, предусмотрели выплаты. Тем не менее, трагедия отразится и на психике этих людей, среди которых были и дети. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил обратить внимание на проблемы совершения общественно опасных деяний лицами, страдающими психическими заболеваниями. Следственное управление по Татарстану должно проанализировать практику принудительного лечения в республике и дать предложение по возможному изменению его порядка. Что не так в практике принудительного лечения, тем более для нашей страны это особо тревожная тема в разрезе истории. Зуфар Давлетшин разбирался. Кольская, небольшие шаги делать. Подошел, сел за компьютер и хлопок меня аж подбросило на диване. Я просто лежала на диване, никого не трогала, тут бах, какой-то шум, думала, дома что-то. Посмотрела в окно, балкон упал. Выбежали, в чем были. Пока я все собирал, сотрудники уже кричали, стена трещит, давайте бегом выбегаем, все эвакуируем. Окна квартиры, в которые произошел взрыв, выходят во двор. Но и со стороны проезжей части, то есть противоположной, мы видим, что пострадали квартиры, которые находились напротив и даже этажом выше. Куски кирпича и бетона, причем весьма весомые, разлетались на десятки метров. И, видимо, только потому, что случилось это ночью, не пострадали прохожие. В той квартире на седьмом этаже жил мужчина, 87 лет. Он, видимо, погиб сразу. Его 70-летняя соседка оказалась под завалами и умерла в больнице. Травнированы еще четверо. Было ли это необдуманное самоубийство, без желания навредить соседям, или умышленное уничтожение квартиры, видимо, уже никто не узнает. Увезли его на солнечный, его на солнечный не приняли в психбольнице. Его привезли обратно. Они газ перекрыли, чтобы он не заметил. Стояк к дому перекрыли. И то он нашел этот стояк, включил. Они уехали домой к себе. Внучка живет отдельно с семьей. Никто не хотел обвинять дядю Мишу. Так звали соседи погибшего пенсионера. Участковый утверждает, что жалоб на него не было. И соседям плохим не запомнился. Ну, дядюшка такой приветливый, неприметный. Всегда здоровья пожелаю, всегда спрашиваю. А его драгоценным здоровьем интересовались. Но, что называется, рикошетом задело не только тех, кто жил в этом доме. Речь о враче местного психоневрологического диспансера, которая отказала в госпитализации того дяди Миши. Редакимова подозревается в совершении преступления, которое связано непосредственно с совершением преступления Тимохиным. То есть состоит в причине следственной связи. Пока не будет триады, то есть опасность для себя, для окружающих, состояние беспомощи и так далее, тому подобное, мы не имеем права брать на учет. Ну, на учет-то мы можем взять, стационировать таких пациентов. Ведь родственники думали, что мы сразу госпитализируем. Вы знаете, закон, закон о чечерой, он принят в 92-м году, вот на волне перестройки. Там, значит, три способа. В первом случае, во-первых, согласие самого. Он, если беспомощный, не может себе оказать помощь. Кроме этого, он реально представляет опасность окружающим об этом письменно. Там ведь ни заявлений, ничего не было. Два пьяных мужика привели третьего и говорят, возьмите. Он вот угрожает и так далее. Чтобы пациент дал добровольное согласие на то, чтобы его обследовали в подобной клинике, он должен понимать, что с ним что-то не то. Но специалисты говорят, что люди с психическими отклонениями не считают себя нездоровыми. И врач не всегда может при первой встрече определить признаки отклонений. Есть понятие диссимуляция. Симуляция. Симуляция, когда человек изображает то, чего нет. Агровация, когда преувеличивает то, что есть. Диссимуляция. Больной скрывает у себя это заболевание. Улыбается, шутит. Медсестрам делает комплименты. И ни у кого в голову не придет, что этот человек наш пациент. Тем более он до этого на учете никогда не состоял. Никогда замечен не был. Словом, косвенным виновником в подобном случае может оказаться врач. Здесь, как говорится, он принимает решение на свой страх и риск. Зеленодольский случай оказался нетрадиционным. Угроза была реализована. Чаще всего обходится словами. В случае принудительной госпитализации без веских причин, опять же, вина ложится на врача. Практически в каждом суде множество производств по административным делам о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке. Дедушка, он вообще-то не согласился на госпитализацию. Один из родственников объяснил, мы боимся, что он взорвёт газ. То есть он не объяснил, что дедушка пытался взорвать газ или что он что-то на этот счёт высказывает. Он был достаточно благодушен, то есть он нормально себя вёл, то есть он установился, а не алкогольное опьянение. То есть никаких мыслей о том, что он собирается покончить с собой, то есть никакой агрессивности он не проявлял. И меня также удивляет та показная жестокость в отношении врача, который 20 лет проработал, женщина, её, значит, наручник, как будто самый виноватый в этой ситуации человек. Здесь уже возникает вопрос к родственникам. Если были угрозы, была попытка открыть газовые конфорки, то почему пожилой мужчина был оставлен один в квартире? По законам, писанным и моральным, дети обязаны ухаживать за престарелым родственником. Тем более, если у него не всё в порядке со здоровьем. А если угроза налицо, то не его везти надо в клинику, а к нему врача вызывать. Чтобы доктор смог оценить состояние человека, которого близкие посчитали неадекватным или опасным, он должен увидеть его в таком состоянии. Вот именно в тот период, когда именно вот есть это вот возбуждение, психомоторное возбуждение, когда вот психоз прям вот выходит открыто, да, и выходит на первый план, да, конечно, вот в этом случае, да, надо сразу же звонить в скорую помощь, чтобы вот по приезду как раз-таки вот врач психбригады и врач-психиатр, который будет в составе данной бригады, он увидел на самом деле психоз. Есть, конечно, и другие косвенные причины отказа в приеме пациента. Не секрет, что людей пожилых, тем более тем, кому за 80, не очень-то хотят принимать в стационар, потому что опасно и с точки зрения ситуации с ковидом, да и смерть в больнице статистику портят, а этого, конечно, не хочется. Судя по всему, к несостоявшимся пациентам психиатрической клиники можно было бы отнести и так называемого мутищинского стрелка. В этом случае мужчина 61-го года, видимо, отождествил себя с неким супергероем или властителем мира и держал восьмичасовую оборону 30 марта. Оба случая, скорее всего, можно исти к так называемому весеннему обострению, то есть ситуации гормонального сбоя, авитаминоза и других причин, когда меняется психика. А в этом году оно, по словам психиатров, обострено еще и последствиями карантинных мер. Люди стали бояться общаться, меньше контактировать. Более внимательными рекомендуют быть к своим близким, особенно в таких случаях. Зуфар Давлечин, Андрей Ключников, Владислав Поташников, Андрей Мохов. Семь дней. В Татарстане в последнее время газ становится не только причиной трагедии, но и предметом споров и недопонимания. Если можно назвать недопониманием, очень странные действия со стороны чиновников в сторону самой уязвимой части населения – бюджетников. Речь пойдет о сельских педагогах, которые, как оказалось, с декабря лишены компенсации за отопление. Итак, более 15 лет педагогические работники на селе получали коммунальные льготы, частичный возврат денежных средств за освещение и отопление. Получали в связи с действующим федеральным законодательством. И все было более-менее гладко, пока дело находилось в ведении муниципалитетов. Однако осенью обязанность легла на плечи Министерства социальной защиты. И тут закон, который действовал на протяжении многих лет, вдруг приобрел иную трактовку. Согласно формулировке ведомства, газ не является источником тепловой энергии, причем только на том основании, что в законе не прописано слово «газ». Вопрос. С помощью чего еще, по мнению чиновников, могут получать тепло люди в сельской местности, большинство из которых живет в собственных домах? Чем дольше я об этом говорю, тем больше ситуации напоминает СЮР. Тем временем районные профсоюзы уже завалены обращениями от педагогов. А Республиканский профсоюз получил более 15 тысяч жалоб от учителей. Диляра Юсупова продолжит тему. Честно сказать, конечно, обидно. Считаем, что на учителях нельзя экономить. Приходите, учителя, в село. У вас будет 21 тысяча рублей, и льготы которых нет. Это Марина Михайловна, учитель, многодетная мать, которая многого не просит и всегда готова идти навстречу, как и все педагоги на селе. Районы мероприятия – пожалуйста. Внеурочная работа всегда готовы. Этот год объявлен годом родных языков. И то, что мы своих детишек воспитываем, толерантности, единству, быть вместе, как говорится, дружить друг с другом, чтобы и в коллективах были дети едины. И в такой момент лишать вот такой именно государственной поддержки учителей, мне кажется, это недопустимо. Недопустимо пока это самое жесткое определение из уст интеллигенции. Педагоги еще никого не обвиняют. Они не верят, что это вообще могло произойти. Ошибка не иначе. Более 15 лет они исправно получали коммунальную компенсацию за отопление. Деньги небольшие, но большие. Именно как подспорье для сельского педработника. Чтобы оставаться, жить и работать здесь. Неужели лишили и этого? Около 500 рублей. Но если мы эту цифру существенно умножаем на месяц, я считаю, что для семьи, проживающей в сельской местности, это было определенным подспорьем, необходимым подспорьем. Есть молодые педагоги, которые тоже были заинтересованы, потому что на сегодняшний день все-таки нехватка кадров молодых педагогов, она существует на селе. Согласно федеральному закону об образовании, педагоги имеют право на коммунальную компенсацию, но размер и порядок выплат устанавливают сами субъекты. У нас эта норма регулируется 192-м постановлением Кабинета министров. До 1 декабря прошлого года за выплаты отвечали муниципалитеты, однако уже 4 месяца счета не возмещаются. Случилось это именно тогда, когда обязанность легла на плечи Министерства труда и социальной защиты. Совпадение? Именно туда и направлялись вопросы от педагогов. Ведомство, конечно, ответило педагогам, но только в устном порядке. Мол, все согласно федеральному закону и постановлению Кабинета министров. А в нем ни слова про газ. И вообще, кто сказал, что газ – это отопление? Когда они нам доказывают, что отопление – это не отопление газа, при помощи газа, то они ошибаются. Кому бы я не спросил в ТАТЭнерго, там в других службах, все удивляются, как можно так быть. Отопление – это система отопления, налаживание соответствующей температуры, которая необходима для проживания. Вот что такое – система отопления. Ну, так мне специалисты доказывают. Что она включает источник тепла. Какой он источник? Или дрова, или газ, или мазут, или торф, или уголь. Это уже другой вопрос. Постановление Кабинета министров – это не закон. И его можно менять, как угодно. Как вот пишет или как считает Министерство социальной защиты, что по толкованию, исходя из толкования, ну, как можно толковать закон, его может толковать только тот орган, который его издал. Правительство в данном случае, в моем понимании, должен исправить в своем постановлении, там написанное, и чтобы он соответствовал букве закона. Вероятно, определение домик в деревне у некоторых городских вызывает свои ассоциации – белокаменная печь, дрова. Поэтому мы еще раз наглядно покажем, как выглядит сегодня типичный сельский дом. С 91-го года я работаю в школе учителем. И в то время нам давали дровами на отопляемость. Вот потом уже подключили газ, и мы заплатили и за котел. У нас бани есть, дровами топим. Конечно, дорого получается, но еще и дрова надо найти. Покупать же надо, еще дороже получается. Таких уже, наверное, из семей-то и нет, да? Нет, нет, в деревне таких уже нет. То есть всегда это газ? Всегда газ. Когда мы говорим село, мы представляем свое хозяйство, своя земля, свой дом. И это не какое-то абстрактное представление. На самом деле это действительно так. Многоквартирные дома, конечно, на селе тоже есть. По Татарстану, правда, их всего 5-6%. Эти 5-6% в Лаишево мы тоже нашли. Вот они. Но что самое интересное, они тоже имеют индивидуальные котлы отопления. Получается, что получить компенсацию совсем не получается. Людей, попадающих под своеобразную трактовку закона, по республике наберется не больше 5%. В других российских регионах такой проблемы не возникло. Лазейку в законе либо не нашли, либо, что вероятнее всего, попросту ее не искали, а выбрали иные варианты. Допустим, в Самарской области с 2006 года есть дополнительный закон о газовой компенсации по нормативам. А в Мордовии установлена единая фиксированная компенсация. Обычный учитель, он не понимает, чем отличается отопление от газоснабжения. В школах районной растет напряженность. В коллективах педагоги не согласны с этой трактовкой вопроса. Сначала был большой знак вопроса учителя. Как бы они остались неведеннее. Естественно, мы надеялись сперва, что это произошло просто непонятной ситуацией. Данный вопрос, естественно, разрешится. Почему же так вышло? Первое, что приходит на ум – оптимизация расходов. Однако само словосочетание «сэкономить на бюджетниках» звучит парадоксально. К слову, зарплата у сельских учителей за последние три года все же выросла, но не настолько, чтобы отказаться от льгот. До этого нам выплачивали. То есть почему же сейчас? Куда, как говорится, куда девались деньги? На каком основании мы лишились этой выплаты? Возможно, и сэкономили, потому что если деньги не идут в одно место, они все равно как-то найдутся, куда им идти, можно и так сказать. Было чувство такое, как будто ущемление каких-то наших прав. И, наверное, даже, может быть, унижение, наверное, педагогу. Потому что, ну, получали-получали, вдруг раз, не объясняя, сняли. Профсоюз работников образования предложил два варианта решения проблемы. Например, вынести в закон уточнение, что компенсация предоставляется независимо от того, каков источник тепла. Либо издать отдельный закон о мерах социальной поддержки бюджетников, работающих в сельской местности, как это давно сделано в других регионах Приволжского федерального округа. С правой точки зрения, конечно, они должны получать эту компенсацию. И правительство в курсе нашей республики, и госсовет в курсе. И они обсуждают эту тематику. А пока сельские педагоги в позиции не требующих, а просящих. Они просят чиновников не прятаться, а выйти. И найти не лазейки для побега, а поводы для диалога. Диляра Исупова, Влад Поташников, Андрей Ключников и Андрей Мохов. Семь дней. Как нам сохранить родные языки, традиции, веру, семейные ценности? Мы часто в нашей программе задаемся этими вопросами, и нередко находим, если не однозначные ответы, то хотя бы понимание, куда и как нам двигаться. Сама жизнь подсказывает нам эти правильные пути дороги, направляет в нужные русла. Если бы еще почаще прислушивались к своему внутреннему голосу, и в чем-то проявляли большую активность и напористость. Ну вот, наглядный пример. Мы уже все прекрасно понимаем, что без сохранения татарских сел нам не уберечь настоящие семейные ценности, не сберечь подлинный татарский язык, татарскую культуру, обычаи, неповторимый уклад жизни татар. А как нам сберечь наши села? Мы уже не раз говорили в наших программах. Очень важно для этого сделать все возможное, чтобы остались и полноценно работали сельские школы, причем не только в Татарстане, а на всех территориях компактного проживания татар. Это один момент. Второе. Очень важно сохранить сельский бизнес как основу благополучия и развития татарских деревень. И это только на первый взгляд задача очевидная и простая. Какие тут могут быть вопросы? Дайте сельским предпринимателям, тем же фермерам, больше льгот, субсидий, грантов, и будет вам благодать. Если бы все было так легко и просто, не было бы этой вечной миграции сельской молодежи в город за лучшие, как она считает, доли. Не было бы проблем с содержанием убыточной торговли и развитием потребительской кооперации в деревнях. И так далее, и тому подобное. Повторюсь, сохранение сельского бизнеса это вопрос не только экономический, но и ментальный, сущностный для татарского народа. Вопрос, если хотите, и его будущего. Исходя из всего сказанного, начинаешь несколько иначе оценивать роль и значение такого мероприятия, как Всероссийский сход предпринимателей из татарских сел. В этот раз он по традиции прошел не только в Казани, где были в течение нескольких дней задействованы несколько площадок, но и в набережных Челнах и в Тукаевском районе. В этом году в сходе приняли участие 500 представителей малого бизнеса, фермерских хозяйств и подворий из 39 регионов России, в том числе из Татарстана. Тимур Бекмурзин расскажет подробности. Как создать успешный бизнес на селе? Примеров в России, да и в Татарстане хватает. И все-таки опыт Георгия Попова и Айгульханова и руководителей сельскохозяйственного кооператива «Мусабай» можно назвать уникальным. Хозяйство огромное и при этом самодостаточное. Даже в кризисной 2020-й птицеводческие комплексы работали как часы. Георгий не без гордости замечает, продали по итогам года 1 миллион 350 тысяч голов птицы среди клиентов покупателей со всей России, от Крыма до Красноярска. Семейный бизнес по выращиванию уникальных пород, утки и кур стартовал больше пяти лет назад. До этого Георгий и Айгуль 16 лет прожили в Казани. Она нашла себя на госслужбе, он комфортно себя чувствовал в ресторанном бизнесе и вот такой крутой разворот в карьере. А на самом деле, говорит Айгуль, мы просто вернулись к истокам. Птицеводством много лет занимался и сейчас занимается ее отец Ренат Ханов. У меня не было ни одного дня, чтобы мы об этом пожалели. Что мне больше в этом нравится, это вот именно, как было уже сказано, свобода действий, свобода выбора. Что помогло преодолеть трудности? Наверное, неизгибаемая вера в себя и свою команду, говорят Айгуль и Георгий. Начинали они даже не в чистом поле, а с настоящей разрухи, убитых корпусов, грязи по колено и мусора. Все это нужно было разгрести, привести в порядок, превратить десятилетиями бездействующий объект, построенный еще в Советском Союзе в современное хозяйство. Масштаб захватывал и пугал одновременно. Только представьте, 10 корпусов, предназначенных для нужд КАМАЗа, пришедшие в абсолютную негодность. Как это выглядело, спустя 5 с лишним лет еще можно увидеть. Георгий показывает нам помещение, которое предстоит вернуть к жизни. Когда вот это увидели, у вас не было уехать желания сразу? Нет, не было, потому что я видел тот потенциал работы и как это будет выглядеть в конце. Тот настрой, который на сегодняшний день Айгуля Ринатовна позиционирует и приводит в жизнь, он на самом деле всех заряжает. Сейчас кооператив Мусабай объединяет 32 участника, а птицеводческий комплекс Хановых – это 6 площадок в деревнях Тукаевского и Заинского районов. Один из принципов – разделение труда. Это позволяет, используя серьезные масштабы хозяйств, вести бизнес рентабельно с прибылью. Еще один плюс – возможность полноценно участвовать во всех республиканских программах поддержки, получать помощи и субсидии. Мелкому, например, фермеру, ему тяжело реализовать в одиночку свою продукцию. Очень тяжело заходить в те же сети, в те же магазины. Это очень здорово, что вновь открываются вот такие кооперативы, где люди, во-первых, объединяются, создаются новые рабочие места. Именно такая кооперация может вывести нас на траекторию устойчивого развития, говорили участники схода предпринимателей татарских сел в Казани. Эта пандемия показала, когда границы закрыты, можно создавать успешные локальные технологические цепочки внутри регионов. Сейчас время их связать воедино. Каким образом? За счет потребительской кооперации или другими способами как раз обсудили предприниматели на сходе в Казани. Из последних трендов – мощный подъем аграрного бизнеса в стране. Так у нас все хорошо в бизнесе сейчас. Очень хорошо. От производства зерна Россия получает сегодня больше, чем от производства оружия. А в прошлом году, в 2020, даже выручка от экспорта сельхозпродукции превысила экспорт газа. Можете себе представить? Поэтому, так как это сырье возобновляемое, мы каждый год выращиваем, выращиваем, выращиваем. Впрочем, внимание, рост интереса к сельскому хозяйству вновь и вновь обращает нас к его извечным проблемам. Они никуда не ушли. Рост цен на энергоносители – вопрос с поддержанием на плаву убыточной торговли на селе. Он сегодня зерно собрал по одной цене, засеял, допустим, весной, а осенью поднялась цена на газ, на свет, на бензин. Естественно, ему приходится поднимать цены. У нас люди сравнивают литр молока с бутылкой газированной воды и литр солярки. Я не знаю, сколько у вас в Татарстане, но у нас в Омской области, конечно, солярка сегодня. Вот, неподъемная цена. Мы сюда приехали, уже это поддержка, вот как бы, вот, наше участие здесь. Вот друг друга учимся, учимся и еще раз учимся. Ну, а Татарстан может? Ну, Татарстан – это для нас материнская площадка, и в Татарстане АПК сохранилась. Хранилась достаточно серьезно в Российской Федерации. Это все знают, и поэтому мы и в Татарстане собираемся. Так уж совпало, что вопросы поддержки малого бизнеса, в том числе на селе, поднимались в Казани на неделю не раз. На встрече президента Рустама Миниханова с общественными представителями бизнес-омбудсмена республики в муниципалитетах речь зашла о наболевшем, о чем мы уже неоднократно рассказывали в нашей программе. Как смягчить переход предпринимателей с ЕНВД на другие формы налогообложения, в частности, на патент? Соответствующий законопроект был принят еще до Нового года, но только теперь стало понятно, что он нуждается в корректировке. Рустам Миниханов эти изменения поддержал и обратил особое внимание, что нужно предусмотреть отдельные меры для помощи сельским предпринимателям. У нас с 23-го, вот, Фарик Карлович, у меня был, будет сессия, если мы успеем. На комитете рассматриваем эти вопросы. Четыре части будут себе вносить изменения. Физический объем – это от размера квадратных метров торговой площади, то есть полезной площади, а не общей площади. И еще коэффициент от... С второй и пятой группы муниципальных образований дополнительный пониженный коэффициент, а для сельских поселений, не являющихся центрами, еще дополнительный пониженный коэффициент. Что это за поправки, подробно на примерах мы расскажем вам в следующих выпусках программы «Семь дней», а сейчас в Корстон. На площадке этого торгово-развлекательного комплекса в Казани уже по традиции была организована главная площадка Схода. Здесь царила, как сейчас говорят, аутентичная или подлинная атмосфера татарского села, наполненная ароматами чак-чака, мясными деликатесами, под проигрыш татарской гармонии и других национальных татарских инструментов. В такой обстановке и разговор на тему сохранения татарского села, а значит традиций, обычаев, родного языка получился и теплым, и продуктивным одновременно. Ярким, эмоционально насыщенным получилось выступление конезаводчика из Башкортостана Хасана Идиатулина. Он весьма символично начал свое выступление с видеоролика, где кони выстроились на снегу в надпись «Мы татары». При этом Хасан Абы заметил, что его мечта – довести количество голов лошадей с нынешних полутора тысяч до десяти тысяч. Зачем? Нее дейсіз 10 тысяч отбуса, татаргына тугыл, бошка милетлерин де тарихын, шығар, оккорга, йоза біз. Башка милетке біз уңай мисалганавирэбэс. Уңай ганамишалганавирэбэс. Шығармы біз сушка, бітерге, шығар біз маторлэгка, пухталюкке, бәртік олға. АПЛОДАТАРСІЇ Эта мысль служить примером для других рефреном прошла через многие выступления делегатов Схода. Примером может служить бизнес Марса Закирова, который продвигает татарскую продукцию в далекой Саха-Якутии. Или то, что делают в Оренбурге семья Апсалямовых. А вы знали, что знаменитые оренбургские платки вяжут татары? Это татарский промысел. Потому что 95% татары вяжут, у нас в Оренбургской области вяжут татары. Выступая на Сходе, Рустам Мениханов не скупился на похвалу. Мы гордимся вами и вашими успехами, обращался он в зал. И, к слову, заметил, что среди руководителей ведущих институтов России, разработавших вакцину от коронавируса, также наши татарские парни. Имея в виду, видимо, директоров Новосибирского центра «Вектора» и центра имени Чумакова Рената Максютова и Айдара, Ишмухаметова. Тимур Бекмурзин, Андрей Мохов и Андрей Ключников. «Семь дней». Но больше всего на Всероссийском Сходе меня поразило выступление фермера Ильхама Шакировича Акчурина из села Батырово Федоровского района Башкортостана. И вот, что он сказал. Давайте послушаем. Прямо «Семь дней» Продолжение следует... 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 И снова речь о мусорной реформе. Реформа эта, по сути, пока лишь выражается в новых тарифах и нормативах, с которыми как-то приходится жить. Иногда эти новые издержки с жизнью просто несовместимы. Так считают сейчас многие челнинские предприниматели. В конце прошлого, начале нынешнего года, компания Гринта, региональный оператор восточной зоны по обращению с отходами, приступил к переоформлению договоров с юридическими лицами. Этот процесс тянется еще с 2019 года, потому что у каждой стороны свое видение того, каким образом должны происходить расчеты. Собственно, вариантов всего два. Первый – плата по объему или по факту. Предположим, вы владелец магазина, и ваш магазин производит день, ну, 2 кубометра мусора или 1 контейнер. Вот за этот объем вы и платите. Будете мусорить больше, значит, придется и заплатить больше. Вариант второй. Вам начисляют плату за вывоз мусора, исходя в данном случае не из существующего количества мусора, а из нормативов его накопления. Здесь в расчет принимаются квадратные метры. Чем их больше, тем в глазах оператора больше вы мусорите, и значит, больше будете платить. Мы не будем сейчас приводить формулы. Скажем только, что в первом случае вы заплатите за год 27 тысяч рублей, а во втором – 270 тысяч. В 10 раз больше. За то же самое количество мусора, которое вы производили годами. Вот в чем суть разногласий между предпринимателями и региональным оператором. Бизнес устраивает, конечно, первый вариант. Оператор настаивает на втором. Вот эта схема, она частная, но она хорошо применима ко многим другим случаям. Очевидно уже, что это противостояние будет долгим. Конечно, не у всех предпринимателей нагрузка увеличивается в 10 раз. Но кому-то для мысли о закрытии бизнеса хватит и двух-трех раз. Если свет в конце тоннеля, в набережные Челны отправился Михаил Любимов. На этой неделе в Челнах большое событие. Впервые за год на линию вышли автобусы большой вместимости. Весь этот год жители перемещались по городу в шустрых, но удобных далеко не для всех маршрутках. И вот долгожданная реформа. Если постоять на остановке минут 20, можно даже дождаться такого автобуса. Нельзя сказать, что эти автобусы новые. Нет, они совершенно не новые. Они уже повышенные в употреблении в Москве. Но, тем не менее, для набережных Челнов это практически целая реформа. Это нечто новое. И, знаете, несмотря ни на что, а то, что они как бы новые, цена не изменилась. Как было 25 рублей, так и осталось. Нормально ли это? Ну, конечно, нормально. Ну, да, вроде как совершенно новый автобус. Но, с другой стороны, люди не получили какие-то суперкомфортные условия. Они вернули себе условия нормальные. И вот представьте себе, что вы заходите сейчас в этот автобус, а вам говорят, вас не 25, а 250 рублей. Почему это, спрашиваете вы? А вам говорят, ну, как, почему? У нас же реформа. Смотрите, какие прекрасные автобусы. У нас много что изменилось. И вы недоумеваете. Как это так? И вот примерно так же себя сегодня и ощущают челнинские предприниматели. Только слегка в другой сфере. У жителя города есть относительный выбор. Можно ведь и не садиться в такой автобус и пойти пешком. Но, если вы лицо юридической национальности, то выбора у вас нет. Теперь. Торговый центр в Челнах. Администрация центра утверждает, что в день тут накопится 8-9 кубометров мусора. Нормативы же говорят, что в 8 раз больше. Посчитаем. 29 тысяч площадь ТЦ. Норматив 0,82 кубометра с каждого квадратного метра в год. Итого в год 24 тысячи кубометров. То есть в день 66 кубометров мусора. Умножаем на тариф. 456 рублей за куб. 11 миллионов 300 тысяч в год. Или 30 тысяч в день. И вы примерно себе представляете, что ваша плата вырастет? Ну, ровно в 10 раз. 10 раз. Они нам прислали договор, проект договора, в соответствии с которым мы в год должны оплачивать 11,5 миллионов рублей только за вывоз мусора. Сейчас миллион с чем-то, да? Да. Почти та же самая бухгалтерия и вот в этом еще более крупном торговом центре. Только здесь не 66 кубометров мусора в день, а все 74 якобы. Ни один торговый центр столько мусора, как определено в нормативах, я уверен, он не производит и не сможет производить. Это же воздух. Я считаю, это необоснованное обогащение самой компании, которая оказывает нам эти услуги. Зачастую дело заключается только в том, что уклоняются от заполнения заявки на подписание договора по обращению с отходами. И мы, зная, что есть вот такое юридическое лицо, начинаем уже сами инициировать эту процедуру. Мы вынуждены искать из открытых источников информацию. И, конечно, там появляются завышенные суммы. Конечно же. Потому что нам нужны объективные данные. И это, наоборот, призыв к тому, чтобы предприниматели обратились к нашим представительствам в том или ином районе и уже дали правильные верные сведения. У нас есть потребление электроэнергии, отопления, воды. На этих потреблениях стоит прибор учета. То есть счетчики, правильно? Я считаю, что кубы, контейнера и объем кубов – это тоже тот же счетчик в учете потребления. То есть норматив здесь невозможно применить. Это неправильно, мое мнение. Платить по счетчику или по факту, сколько произвели мусора, за столько и заплатили – отныне это хрустальная мечта предпринимателей. Региональный оператор не преклонен. Так не будет больше. Понятия по факту больше нет в обновленном законодательстве. Почему его больше нет, можно судить отчасти и вот по этим высказываниям. Такого понятия, как расчет по факту, его не существует. Это тоже миф. Не существует в законодательстве. И существует мнение ряда экспертов о том, что если вдруг появится возможность заключения и расчета с предпринимателями количества вывезенных отходов по факту или по заявке, то уже завтра часть нерадивых предпринимателей, к сожалению, такие тоже могут быть, начнут подбрасывать свои отходы на контейнерные площадки жителей многоквартирных домов. Либо вывозить в лес, в обрак и так далее за ближайший поворот. А это будет противоречить самой сути реформы. Можно во многом согласиться с этой позицией. Все люди разные, бывает и так. Однако это все-таки не лучший способ диалога с людьми. И челнинские предприниматели к таким вещам очень чувствительны. Теперь уже ясно, что вы меня не любите. Мне никогда не добиться от вас, то, чего добился друг моего детства Коля Остенбакен, от подруги моего же детства, польской красавицы Ингиза Йонс. Он добился от нее любви. Ладно, считайте серенаду законченной. Я пришел к вам как юридическое лицо. К юридическому лицу. Если у них есть образование мусора, мне кажется, им проще заплатить за этот мусор, что бы вывезли, зачем им платить тариф и нанимать какую-то машину левую, для того, чтобы она вываливала это в овраг. Ну для чего? Ну нет никакой логики здесь. У нас не должно быть так прав тот, у кого больше прав. Это должно быть там бизнес, здесь бизнес. И тот бизнес надо понять, и этот бизнес надо понять. И найти золотую середину. То, наверное, вам придется ввести, поднимать и свои цены. Безусловно, нам придется пересмотреть расходы на содержание торгового центра. Все поползет вверх. Все поползет вверх. Соответственно, на товар это все ляжет. И в конечном итоге на потребителя. Они на сегодняшний день торгуют сельскохозяйственной продукцией. И это негативно скажется на конечной цене для конечного потребителя. А вот даже такая зависимость? Можно и так, да, сделать. Золотая середина здесь скорее не в возврате к прежним расчетным схемам. Это действительно проблематично теперь. А как минимум в пересмотре тех нормативов, что местами просто шокируют. Сравните те же нормативы по торговым центрам или супермаркетам у нас и в соседних Чувашии и Удмуртии. Там они ниже вдвое. В Тюменской области вообще какой-то гомеопатический норматив в 0,03 куба мусора в год с одного квадратного метра площади. Региональный оператор – это не тот субъект бизнеса, который, ну, где возможны те или иные манипуляции или где есть место для манёвров. Поэтому мы даже никакие скидки, акции не можем предоставить. Я не то юридическое лицо, которому может одному предпринимателю оказать услуга по одной цене, а другому предпринимателю по другой цене. Один раз создав нормы и не корректируя их годами – это вообще неправильно. Да, мы создаём какую-то, грубо говоря, кормушку, которая кормит кого-то, грубо говоря, и разоряет предпринимателей. Нормативы, да, устанавливают, конечно, не региональные операторы. И вроде бы как разоряют их, тоже не они. Классическая ситуация, в которой нет виноватых, при том, что тьма потерпевших. Но потерпеть – это не про здешний бизнес. Мой прогноз – то, что, наверное, нормативы будут меньше, но они не будут кратно меньше. Они, может, на 10, на 20 процентов станут меньше. Но это, по сути, не изменит всего того негатива к этой мусорной реформе. Это даже название само по себе – мусорной. Мусор, её хочется выкинуть, эту реформу, вместе с её реформаторами. Интересная, удивительная у нас страна. Редко что приживается на наших широтах. Иногда не приживаются даже большие автобусы. Вот везде приживались, а вот в Челнах отчего-то год тому назад не прижились. Вот и реформа мусорная, ну, никак не приживётся. Ну, никаких плодов дать пока не может. Третий год отовсюду мы слышим стоны. И мы всё ещё на берегу. И никак не договоримся. И никуда не плывём. Михаил Любимов и Андрей Ключников. Семь дней. В России сегодня проживает более 25 миллионов мусульман. Это, между прочим, огромный рынок так называемой халяль-продукции. Несколько цифр. Ежегодный мировой оборот в сфере халяль превышает 2 триллиона долларов. А в России исчисляется миллиардами рублей. К 2025 году, по прогнозам экспертов, его доля во всей произведённой продукции может составить не менее 20%. И, внимание, это очень важно. При соответствующем подходе мы можем более активно и результативно развивать халяль-индустрию, что станет нашим ответом Западу на бесконечные санкции и навязывание чуждых нам ценностей и правил. Мы уже не раз говорили, что халяль – это не только колбаса, еда, рестораны, но и другой образ жизни, иной стандарт качества, который в Татарстане называют халяль-лайфстайл. Тимур Бекмурзин. Об этом и не только. Обратите внимание, туда иногда просто невозможно попасть. То есть настолько вот кафе, все столики заняты. У нас прирост за два месяца составил 2511 клиентов. Мы почувствовали максимально быстрое восстановление гостей, да, то есть выручки. То есть люди вернулись к нам быстро, да, то есть потому что люди любят халяль-формат, любят нас. Может показаться, что эти предприниматели живут в каком-то выдуманном мире, где кризисы не замечают, а жаловаться не принято от слова совсем, где все бодры, веселы и даже счастливы. Выдуманный мир, пожалуй, что не так. Мир, который они сами создают, создают вокруг себя, для себя и окружающих. В середине нулевых Казань была еще далека от полноценного халяль-лайфстайла, вспоминает Наиль Голевеев, владелец сети татарских кафе «Азу». А потребность в таких заведениях была большой. Формат уютного, можно сказать, семейного халяль-кафе подсказала сама жизнь. У веселительных заведений было в избытке, а вот таких душевных, с качественной кухней и приятной атмосферой как раз не хватало. Я считаю, даже лучше, его не должно быть, этого алкоголя. Да, то есть люди, на самом деле, людям больше нравится, когда вот такой формат. Попадая в наше кафе, люди как попадают в эту атмосферу. Чистоты, культуры, халяля, ислама, да, то есть вот это очень приятно. Вообще наш проект, мы пропагандируем наши татарские ценности. Именно в период пандемии халяль-формат в полной мере показал свою востребованность и жизнестойкость. Сфера общепита среди наиболее показательных. Когда другие заведения терпели крах, закрывались, на их месте запускались халяль-формат. Халяль-кафе и рестораны. В ассоциации предпринимателей-мусульман нашли свой способ поддержать тех, кто в этот сложный период не закрыл бизнес, а напротив, сохранил рабочие места. Запустили акцию «Покупай у своих». Казалось бы, да банальности просто, но ведь сработало же. 6 тысяч компаний и предпринимателей в течение самых сложных месяцев покупали, обедали, лечились, заказывали подарки сами у себя. И даже не пришлось обращаться за финансированием в банки. Для мусульманина брать и давать деньги под процент харам запрещено. В ассоциации и здесь нашли способ решить проблему. Во-первых, принцип взаимовыручки никто не отменял. А во-вторых, можно использовать иные, как считается в исламе, более честные и прозрачные механизмы финансирования и людей, и бизнеса. Ту же торговлю в рассрочку законы шариата не запрещают. Цена зафиксирована. То есть, если мы купили за 100, продаем за 120, все, эта сумма, она зафиксирована. Она может поменяться только в меньшую сторону, если клиент, например, закрывает нам заранее, досрочно. Такие организации, как мы, они пока законом никак не регламентированы. Но, безусловно, принятие такого закона, это даст огромный толчок развитию исламских финансов, альтернативных финансов. Понятно, что и исламский, или, как его еще называют, партнерский банкинг не застрахован от единичных случаев злоупотребления доверием. И с такими недобросовестными клиентами очень редко, но приходится сталкиваться, говорит Русем Сагдеев. В связи с этим предприниматель вспоминает удивительный случай, когда недобросовестные партнеры решили скрыться. И долг так и остался бы на их совести и на балансе финансового дома, если бы инвестор не посчитал нужным закрыть его, заплатив закят. Только вот сообщить об этом злополучным должникам не удалось. Они так и не объявились. Недоверие и обман – вот что подрывает основы устойчивого развития, говорят сами предприниматели-мусульмане. Рустем Галимов, хозяин небольшой мастерской в Казани, уверен, столица Татарстана весьма привлекательна с точки зрения развития всего, что связано с туризмом, индустрией гостеприимства. А так называемый халяль-лайфстайл будет только набирать обороты. Я начинал там с квартиры, потом потихоньку переезжал в другие офисы. И так вот все это нарастало, нарастало, и интерес возник уже у самого потребителя. То есть они увидели, что у нас есть в Казани кожевиная мастерская. Потом они начинают говорить, можно ли сделать там, например, гравировку именную. Инфраструктура для мусульман в Казани становится все более достойной и комфортной. Но разве могли мы еще лет 10 назад мечтать о собственном мусульманском просветительском канале Хозур-ТВ. Мусульманском радио Азан. Мы планируем проводить больше прямых эфиров и мечтаем выйти на FM-диапазон, если нам его дадут. А вообще в плане услуг все есть, Архангель Ляй. Не только вот масс-маркет в плане одежды, например, есть специальные уже дизайнеры работают. Ну, услугами такси приходилось пользоваться? Именно мусульманского? Да. Лично я нет, но, по-моему, вот ребят, с которыми работаем, они да. И такси сегодня халяльное, женское и настоящее татарское в Казани тоже есть. Мы находимся на самом начале такого возрождения. И все больше и больше людей начинает этим пользоваться. На самом деле не только мусульмане пользуются этими услугами, а также и другие национальности. Улица Парижской коммуны, самое сердце старой татарской слободы в Казани, то место, где можно увидеть воочию, что такое халяль-лайфстайл. Здесь не только магазины, кафе, но и все другие заведения, инфраструктура для мусульман. И встретить женщину, девушку с покрытой головой гораздо более привычно, обыденно, чем без платка и мусульманских одеяний. Место уникальное, которое, конечно же, нужно развивать. В том числе и задуматься о возвращении исторического названия данной улицы – Синай, о чем не раз заявляла татарская общественность. Не просто традиционные, уже привычные кафе и продукты Казань предлагает мусульманам самую разнообразную халяль-продукцию. В том числе и такие кораны, традиционные, уникальные, с подсказками. Есть у нас такие варианты, просто на арабском языке. Есть с транскрипцией. Можно скачать приложение, которое именно читает QR-коды. Вот здесь мы слушаем сейчас Коран. Значимым событием для всех мусульман стало открытие на прошлой неделе в одном из крупнейших казанских торговых центров – молельные комнаты. Халяль-лайстад – это образ жизни. То есть от колыбели до могилы должна быть выстроена вся инфраструктура для мусульман. Так как мусульмане тоже часть этого общества, и здесь верующих людей немало в нашей республике. И мы надеемся, что подобный стиль и образ развития, он станет примером для остальных регионов нашей большой страны. Мы не пьем, не курим, не обманываем, не воруем, не грабим. Мы платим налоги, мы честно заключаем трудовые договоры. Мы самые законопослушные граждане Российской Федерации. Поэтому халяль-лайфстайл нужно внедрять максимально в нашей стране, чтобы каждый человек был подвержен этой идее и реализовал ее на себе. Тимур Микморзин, Андрей Кузьмин и Андрей Мохов. 7 дней. А теперь, как говорится, вопрос на засыпку. Знаете ли вы, что такое баня по-черному? Ну, конечно же, эта баня без дымохода, без трубы. Дым в такой бане остается в парилке. В результате такого обогрева поверхность помещения покрывается копотью, за что баня и получила такое название. Баню по-черному строили, как правило, и в русских, и в татарских деревнях. Главный недостаток такой бани – большое количество дыма и копоти. Но есть и преимущество. В черной бане практически стерильный воздух, что полезно для здоровья. А сейчас предлагаю ощутить эффект полного исторического погружения. Мы отправимся в самую настоящую деревню, татарскую деревню. Какими же были татарские деревни 300-400 лет тому назад? Чем занимались наши предки? Какое вели хозяйство татары? Из чего складывался их быт и повседневная жизнь? В 300 километрах от Казани, в Туймазинском районе Башкортостана, работает большой татарский этнографический комплекс. Это не просто музей под открытым небом. Подробности у Эльзира Юзаевой. Для татарской деревни 17 века такие вот плетеные дома были обычным явлением. Простому народу, живущему рядом с лесом, в царской России не разрешалось рубить деревья и строить деревянное жилье. Но и в землянках, и в шалашах татары никогда не жили. Народ вел оседлый образ жизни, имел постоянное селение и, соответственно, строил постоянное жилище. Плетеные дома были небольших размеров, всего четыре стены. Отсюда и название, четырех стенка, максимум 10-13 квадратных метров. Большую часть помещений занимала кровать, лежанка. У татар она называлась сэкэ. На самом краю стол и лавка. Детей было много. В некоторых семьях их количество доходило до 10 человек. В 19 веке в татарских деревнях начинают появляться вот такие саманные дома. Правда, назвать вот этот строительный материал кирпичом можно лишь с натяжкой. Конечно, форма есть, но это своеобразная смесь глины и соломы. Саманные дома были значительно дороже, но и теплее, чем плетеные. Саманные дома – это уже практически жилье бизнес-класса. Оно в разы превосходило плетеные строения и по качеству материала, и по уровню теплоизоляции. Спустя два века жизнь людей становится гораздо легче и комфортнее. Медный самовар в доме свидетельствовал о достатке и радушии хозяев. И все же главным атрибутом жилища во все времена у татар остается печь – душа татарского дома. Дальше плетение Вся кухонная утварь в татарском доме находилась ближе к печи, так как большую часть своего времени хозяйка проводила в этой части дома. Кстати, именно среди посуды встречается наибольшее количество архаизмов, слов, которые уже вышли из обихода. В зависимости от территории проживания народа немного менялось название того или иного предмета. Но в целом язык татарского народа, проживающего на Западе, от Татарстана остался неизменным. По словам организаторов, в этом этнографическом музее нет ни одного бутафорского предмета. Экспонаты собирали по татарским деревням Туймазинского района Башкортостана. Народ здесь к своей истории относится с особым трепетом, помнит свои корни, чтит все обычаи и традиции. Местный предприниматель Фанир Галимов долгие годы мечтал воссоздать историю своего села. Он изучал архивные документы, обращался к данным переписи населения. Этот этнографический комплекс не только итог его многолетнего труда, но и восстановление исторической справедливости. Музынский район Башкортостан Самую настоящую и уникальную красоту татарскому дому придавали изделия ручной работы. В каждом доме было огромное множество различных покрывал, занавесок и салфеток. Их вышивали темными вечерами под старинные песни. И каждая семья бережно хранила и передавала это наследие от одного поколения к другому. Помнить свою историю – это одно из главных характерных качеств татарского народа. Музынский район Башкортостан и правдивостью, где каждый может прикоснуться к истории своей семьи и своего рода. Музынский район Башкортостан В летнее время этот этнографический комплекс посещает тысячи туристов, которые узнают другую действительность – откровения извне. Жизнь одного народа, которого разбросало по всему миру, и где в каждом уголке он смог сохранить самого себя. Евзира Юзаева, Андрей Кузьмин и Константин Илларионов «Семь дней». На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Барахзгада ин из гиталяклер. Алла бирса курюширбес. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте. Второй весенний месяц вступил в свои права. Но долгожданное солнце не спешит радовать жителей нашей республики. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юг-востоке в понедельник и во вторник переменная облачность, без осадков. В среду синоптики обещают дождь. В четверг температура начнет повышаться, и к выходным до 11 градусов выше нуля. На северо-востоке Татарстана после обильных дождей на прошедшей неделе в понедельник и во вторник будет сухо. Правда, в среду синоптики снова обещают осадки. К выходным ветер сменит направление с северо-западного на южный. Столбики термометров поползут вверх, осадки прекратятся. Апрель – прекрасный месяц года, но погода все еще не постоянно и изменчива. То дует холодный ветер, то выпадает легкий снежок, но вместе с тем уже виднеется первая зелень. Для жителей центральных районов республики следующая неделя будет в основном пасмурной, как и прошедшая, но к выходным температура станет выше. На юго-западе Татарстана средняя дневная температура в будни около 6 градусов выше нуля. Местами в синоптике обещают дождь. На выходных осадки прекратятся, температура повысится до плюс 12. На северо-западе и в Казани в понедельник и во вторник плюс 5. Потом температура начнет повышаться, что естественно. В субботу и воскресенье плюс 11. В апреле прилетают перелетные птицы и появляются первые почки на деревьях. В этом такая надежда, хрупкость и тонкость. О погоде все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин